Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и сегодня мы с вами посмотрим партии 8 игрового дня супер турнира AirFings Masters или первого игрового дня финала Итак, 4 участника у нас играют вновь также в финале поскольку выясняется кто пройдет дальше в финал и также играется матч за третье место Ставим лайк до начала просмотра это позволяет видео продвигаться в рекомендациях и внимание на экран Итак, стал известен состав финалистов и тех участников, которые будут играть за третье место За третье место у нас играет Даниил Дубов против Максим Вашьего Аграва Ну а за первое место борется Ливон Аронян против Тимура Раджабова И начнем мы с вами, как обычно, с матча за третье место посмотрим 4 подряд партии Итак, белыми играл Максим Вашьего Аграв, черными играл Даниил Дубов Смотрим первую партию Е4, Е5 Конь Ф3, Конь Ц6 Слон С4, Конь Ф6 Играет неожиданно Даниил Дубов избегая опостыливших вариантов итальянской партии Д3, Слон Е7 И на доске достаточно редкий гость супертурниров Защита двух коней Конь Ц3, Д6 А4, рокировка Рокировка А6 А3, Слон Е6 Слон Бет Е6, ФЕ Конь Е2 А5, играют Даниил Дубов Значит, лишая черных Вернее, лишая белых контр-игры на ферзевом фланге Конь Ж3, ФЕ8 С3, ФЕ7 Слон Е3, король Х8 Конь Х2 И черные играют Д5 Ферзь Е2 Ладья Д8 И ладья Д1 Вот здесь уже действительно допускает неточность Максим Вашьего Аграф Надо было как можно скорее вскрывать позицию Играть ЕД И на ЕД Ф4 Противостояние ладьи с ферзем может сказаться Поэтому ферзь Ж6 самый точный ход И здесь самый точный ответ Конь Ж4 Дальнейшая игра может складываться следующим образом То есть я здесь немножечко панализировал ЕФ, Слон Бет Ф4 Ладья Е8, вставая в засаду И здесь самый точный ход за белых Д4 Ферзь направляется на поле Б5 Чтобы контратаковать пешки на ферзевом фланге Значит Конь Х7 Понятное дело, что брать на поле С7 Ни в коем случае нельзя из-за хода Слон Д6 Вскрытого удара и теряется фигура Конь Х7 Ферзь Б5 Нападая на пешку на поле Б7 Теперь уже пешка на поле С7 действительно висит И у черных есть очень мощный контрудар Ладья Бет Ф4 После Ладья Бет Ф4 Слон Д6 Показываю просто примерное развитие событий Как могла продолжаться партия Но так не было сыграно Но это может на самом деле вам пригодиться Если вы будете разыгрывать подобного рода позиции После Ладья Ф3 Х5 играют черные И начинаются здесь страшные силы контратака Конь не может уйти Потому что потеряется конь на поле Ж3 Приходится играть Конь Ф5 ХГ Ферзь Бет Ж4 Конь Бет Д6 ЦД И черные получают 2 коня за ладью Ну и вот здесь анализ после Ладья Ф1 Конь Ж5 Ладья Ф8 Поменялись Король Х7 Ферзь Бет Б7 Съели И как это часто бывает Во всех анализах Все заканчивается вечным шахом То есть после Конь Ф4 У белых нет выбора Надо забирать этого коня После Ферзь Бет Ф4 Ферзь Бет С6 Белые должны отыгрывать фигуру Ну и просто черные Вот таким вот образом Объявляют вечный шах Но Ладья Д1 Сыграл за 2 секунды Максим Вашлевограф Последовал Ферзь Ж6 Конь Ф3 Теперь уже Конь Ж4 Не так хорошо И за Конь бьет Ж4 А Ж и Д4 На С1 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 Ж5 И черные здесь действительно Здорово стесняют белых Видите не успели белые Сыграть Ф4 Очень сделать важный ход Теперь же черные просто Предотвращают это продвижение И у белых просто стесненная позиция Хуже значит у белых Итак Конь Ф3 Конь Д7 Король Х2 Ладья Ф7 Ферзь С2 Ладья Ф8 Ферзь Б3 Нападая на 2 пешки На поле Б7 И на поле Д5 Но позволяя черным Осуществить Жертву Качества Вместо хода Ферзь Б3 Можно Было играть Например Ферзь Е2 Не допуская взятия На поле Ф3 Но Максим Вашлевограф Играет принципиально Итак Д4 Слон С1 Конь С5 Пока Пешку на поле Б7 Данил Дубов Не отдает Ну и вот здесь Действительно Уже допускает Серьезную ошибку Максим Вашлевограф Играя Ферзь С2 Тут уже надо было Играть Ферзь Б5 С угрозами Атаковать На ферзьевом фланге Ходом Б4 Ладья бьет Ф3 ЖФ Ладья бьет Ф3 Король Ж2 И очень важно Что у белых Все крепко Ничего не успевают На самом деле Здесь сделать Черные Они бы хотели Сыграть Х5 Но ладья пока Атакована На ладья Ф7 С угрозой Х5 Х4 Белые просто Играют Король Х2 И здесь вот Вы не поверите Но компьютер Говорит что надо Соглашаться на ничью После ладья Ф3 Король Ж2 Ладья Ф7 Там или Ф8 И получается Вот такая вот Позиционная ничья Черные без качества Но угроза Х5 Х4 Страшная С их стороны И белые Здесь тоже Не должны Заигрываться Итак Ферзь С2 Ошибка Последовала Ладья Бьет Ф3 Жертвует Данил Дубов Качество ЖФ Ладья Бьет Ф3 И здесь Максим Аштелограф Еще одну Допускает Ошибку Играя Ладья Ж1 То есть Ферзь Е2 Надо было срочно играть Нападать на ладью Опять же Ладья Ф8 И Ф4 Так или иначе Но белым без этого продвижения Никак не обойтись Слон Х4 Конь Х5 И белый на самом деле Все держит ДС БЦ Конь бьет А4 ФЕ Теперь Конь бьет С3 Играть не успеваем Потому что висит ладья Ладья Бьет Ф1 Ладья Бьет Ф1 Конь бьет С3 У черных Уже Две пешки За Качество Но позиция После ферзи Ж4 Упрощается У белых Достаточно серьезная Инициатива Размен ферзей Вынужден Ну и здесь После слон Ж5 Ладья Ф8 Король Х7 Слон Б2 Ни в коем случае Нельзя бить На поле Ж5 Потому что после этого Пешку А непонятно Как задерживать Значит Слон Б2 Конь А4 Слон А1 И после Ж6 Конь Ф6 Король Ж7 Ладья Ф7 Шах Король Ф7 Ладья С8 Нападая на пешку На поле С7 Слон Ф4 Шах Король Ж2 Слон Бьет Е5 Слон Бьет Е5 Конь Бьет Е5 Ж5 Скидывает Вот так вот Белую пешку Защищая Коня Хж Конь Х7 И вот эта Позиция Получалась Абсолютно Равной Несмотря на то Что сейчас Четыре лишних Пешки У черных Но их все Пешки Представляют Идеальные Мишени На Ж5 Висит На С7 Висит За ним Висит На Бэси И здесь Компьютер Говорит Что эта Позиция Просто Равная На самом Деле То есть Все пешки У черных Сыпятся Но этого Хватает Им Для Достижения Ничьей Итак После Ладья Бьет Ф3 Ладья Ж1 Играет Максим Ваш Человаграф Данил Дубов Играет Ферзь Ф7 Создавая Угрозу Выигрыша Ферзя Ладья Ж2 Слон Х4 И вот Здесь Максим Ваш Человаграф Играет Ферзь Е2 И допускает Еще одну Ошибку По сути Дело Просто Зевая Пешку На поле А4 То есть Король Х2 Можно было Сыграть Еще это Позволяло Бороться Король Х7 Черные Также могут Пойти Королем Ну и у белых Нет ничего Лучшего Как стоять Просто Король Ж1 Король Х2 То есть Ждать Что будут Делать Черные А черные Здесь Для победы Должны Очень долго Перегруппироваться И все равно Как-то Все это Связано С определенным Риском Черные Все-таки Без качества Белые Укрепились Позиция Неясная Но ходом Ферзь Е2 Максим Ваш Человаграф Зевнул пешку На поле А4 Теперь уже Компенсация У черных Полная Конь Ф5 Ладья Бьет Ф2 Надежда Была Максим Ваш Человаграфа На ход Конь Ф5 То есть Вот такой Красивый Ход Атакуя Коня Перекрываясь Ладья Теперь атакована Но Ладья Бьет Ф2 Ладья Бьет Ф2 Слон Бьет Ф2 Ферзь Бьет Ф2 И просто Еф Здесь еще одну Ошибку допускает Максим Ваш Человаграф Надо было Играть ЦД Обязательно Бить Именно Эту Пешку На конь Бьет Д4 Теперь Еф Ферзь Х5 Ладья Ф1 Ферзь Бьет Х3 Слон Е3 И белые Укрепляются На самом деле И не проигрывают В анализе Конь Ц5 Угрожает Взять пешку На поле Д3 Но Ф6 Вручает Контрудар Белых И после Ферзь Ж4 Шах Король Х2 Ферзь Х5 Король Ж2 Ферзь Ж6 Ферзь Ж3 Размен Ферзей Вынужден Иначе Ф7 И здесь уже Могут выиграть На самом деле Белые Взяли 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 Все поменяли Ну и опять же Получается Позиция Где У черных Три пешки За Качество Но Пешка на поле Д4 Слабая Король у белых Активный После Конь Ц5 Король Ф4 Опять же Позиция Примерно равная То есть Белые все держат Черные пешки Пока Не накатываются И белые Грозят ходом Король Е5 Вторгнуться Королем И начать пожирать Пешки Черных На король Ф6 Конечно Белые Сыграют Ладья H6 Прогоняя Короля Отрезая Его Еще дальше Итак После Еф И вот еще один Критический момент Мы с вами прошли Еф Играет Максим Вашьевограф Следует ДС БС Конь БЦ3 И уже Черные Получили Просто Две Связанных Проходных Пешки На Ферзевом фланге Ладья Е1 Конь Д5 Ферзь Ж2 Конь Б4 Ладья Ф1 Конь Д4 Черные Ферзь А8 Шах Ну еще одна ошибка Хотя уже ничего не спасало Давайте уже дальше посмотрим Без комментариев Поскольку Все-таки Черные Очень быстро Продвигают Свои пешки Белые Ходом Значит Белые Вернее черные Что же я заговариваюсь Ходом Черные Ходом Ферзь Ж5 Вынуждают Размен ферзей И все Это конец Дело в том Что после ферзь Бьет Ж5 А Ж Ничего не успевают Сделать белые Пешка Б Мчится на помощь Своей коллеге Пешке А Белые Никак не в состоянии Значит Встать как-то ладьей Заблокировать пешку У черных Простейший план Знай себе Надвигай пешки Как говорится И горе не знай Итак В первой партии Данил Дубов Черными Одержал победу И теперь Максиму Вашилограву Предстояло Отыгрываться Идем дальше Белыми играл Данил Дубов Черными играл Максим Вашилограв Вторая партия С8 Слон Д2 И вот здесь Ходом Ж6 Максим Вашилограв Ошибается Ослабляя Черные поля В своем лагере Надо было сыграть Король Ф8 И уже пытаться Делать искусственную Рокировку Значит Ж6 Ферзь Х6 Теперь уже Черные Рокировать Не могут И застревают Королем В центре Слон С6 А4 Очень важный Подрыв Теперь Брать На поле А4 Крайне Невыгодно Из-за того Что белые Сыграют С4 И дальше Просто у Черных Все пешки Раздроблены А белые Грозят ходом Д5 Скрыть позицию Еще больше Здесь у белых Позиция уже близка К выигранной Итак После А4 Растерялся Максим Вашилограв И сыграл Король Д7 Ну сами понимаете Что от хорошей жизни Такие ходы Королем Когда доска Еще полна Фигурами Не делаются Можно было Призадуматься И найти точный Ход Ферзь Ф6 С угрозой Ходом Слон Ф8 Вытурить Наконец-то Ферзя То есть Непрошенного Гостя С этого самого Поля С насиженного Места АБ АБ Ладья А1 Слон Ф8 Ферзь Х3 Слон Е7 И позиция После этого Получается Неясная Сложная Черные хотят Например сыграть Ферзь АБ И конь Е4 Играет Даниудубов Здесь намного Сильнее было Сначала сыграть Ф3 И затем Уже подготовить Ход Конь Е4 Итак Конь Е4 Слон Бьет Е4 Ладья Бьет Е4 Пешка На поле Б5 Атакована И черные Играют Ферзь Ф6 Бросаются В отчаянную Контратаку Выясняется Что если сыграть Ладья Б8 Защищая Пешку То белый Переключает Все свое Внимание На черного Короля После Ладья Е1 Грозит Д5 Также Слон Идет На поле Ж5 Ну и Начинается Опять же Очень серьезная Атака Всему виной Застрявший В центре Король Черных Итак Ферзь Ф6 Ладья Бьет Б5 Белые Уже Съели Пешку Ладья Б8 Ладья Б8 Ладья Б8 Ладья Е1 Ферзь Ф5 Ферзь Е3 Ладья Б2 Ладья С1 Ферзь А5 Ж3 Ферзь А2 Ладья Д1 Ферзь А4 Ферзь Ф3 Ф5 У белых Лишняя пешка Они перегруппироваются Играют Слон Ж5 Ферзь А2 Слон С1 Ладья Б1 Слон Е3 И после Ладья Бьет Д1 Ферзь Бьет Д1 Ферзь С4 Ферзь А1 То есть Черные пока Осуществили блокаду Пешка на поле С4 Не идет Но Белые Все время Грозят Вторгнуться Куда-то И начать Атаковать Черного короля Слон С7 Не пуская Ферзя На поле А7 Чтобы это было С шахом Ферзь А3 Вновь Грозя Вторгнуться Своим Ферзем Ферзь Б5 Значит Попытка Объявить Вечный шах По белым Полям Ферзь А2 Не пуская Ферзя На поле Б1 И грозя Ходом С4 Ферзь Д3 Ферзь А4 Выясняется Что все-таки Максим Вашелограф Проигрывает То есть Сумел Расшатать Оборону Данил Дубов И дальше Без комментариев Король С8 Ферзь Е8 Король Б7 Ферзь Бьет Е6 Ключевая Пешка Упала И пешка Д Проходная Говорит Веское Слово Ферзь Бьет С3 Д5 Ферзь С2 А4 Ферзь Е4 Ферзь Д7 Создавая Две Угрозы Д6 И слон Ф4 И здесь Уже спасения От этого Нет Был дан Предсмертный Шах Ферзь Б1 И после Короля Максим Вашелограф Сдался Ну поскольку От хода Д6 Нет спасения На король Б8 Просто последует Д6 И дальше Уже Белые Добивают Очень слабый Король У Черных Значит Если слон Уходит Куда-то Например на А5 То следует Шах На поле А7 И затем Просто пешка Проходит Ферзи То есть После хода Д6 Позиция Черных Безнадежная Но Хода Д6 Даже и не было Повторюсь Что после Короля Х2 Максим Вашелограф Сдался Итак Друзья Ситуация У нас Становится Очень серьезной Максим Вашелограф Проигрывает Уже Со счетом 2-0 И теперь Ему нельзя Проигрывать Ни одной Партии Поскольку Ничья Сразу же Делает Победителем В первом Мини матче Значит За третье место Российского Суперграссмейстера Даниила Дубова Посмотрим Удастся ли Максиму Вашелографу Грандиозный Камбэк Или же он И дальше Будет Проигрывать И случится Настоящий Разгром Идем дальше Белыми Играл Максим Вашелограф Черными Играл Даниил Дубов Е4 Е5 Конь Ф3 Конь С6 Слон С4 Конь Ф6 Д3 Слон Е7 И так Вновь у нас Защита Двух коней Конь С3 Д6 А4 Рокировка Рокировка H6 H3 Слон Е6 Ладья Е1 В этот раз Максим Вашелограф Не берет На поле Е6 А играет Ладья Е1 Позволяя Даниил Дубов Осуществить Разменную Комбинацию Ударом Конь Бьет Е4 Ну теперь В случае Слон Бьет Е6 Черный Успеет В промежутке Взять На поле С3 В случае Взятия Пешкой Потеряется Слон На поле С4 Поэтому Надо брать Конем Но это Наталкивается На пешечную Вилку Значит Слонов Но при этом Изуродовали Себе Структуру На ферзевом Фланге ЕД И вот этот Ход оказался Новинкой Со стороны Даниила Дубова Но неудачный Слон Д6 Играли ранее В партии Гуревича Против Вемерса Встретилась Такая позиция Ладья Бьет Е4 Слон Д5 Ладья Е1 Ладья Е8 Ну и за счет Двух слонов Черные В этой партии Сумели Не проиграть То есть Позиция Получилась Конь бьет С6 ДЦ Ферзь бьет С2 Ферзь Д7 Слон Ф4 Пешка на поле С7 Слабенькая У черных Слон Ф6 Ладья С1 Слон Д5 Б4 А6 Ладья Д1 Ладья Е8 Б5 Ферзь Е6 Ферзь Д2 Слон Бьет С6 Ладья Бьет С6 Ферзь Ф5 Слон Бьет С7 Белые Выиграли Пешку АБ А5 Но черные Как мы видим Ходом АБ Пешку Отыграли Белые Играют А5 Делая Ставку На мощную Проходную По вертикали А В то время Как пешка Б5 Представляет С собой Идеальную Мишень Ладья Е6 Данил Дубов Стремится Упростить Позицию Ладья Бьет Е6 Ферзь Бьет Е6 Слон Б6 И вот здесь Данил Дубов Ошибается Играя Ферзь Б3 Довольно Серьезно Ошибается Российский Гроссмейстер Здесь Надо было Играть Вадья С8 Срочно Искать Контроигру Значит Ферзь Б4 Показываю Самый Точный Вариант Белые Нападают На пешку Хотят Ее съесть Ферзь С6 Держимся Вадья Б1 И слон Е5 Ловушка Брать На поле Б5 Нельзя Из-за Мата По Первой Горизонтали Поскольку Поле H2 Отнимает Слон Белых Съесть Пешку Ферзь Бьет Б5 Но играем Ферзь Е4 Контроатакуем Пешку На поле Ф4 Ферзь Привязан К защите Ладьей Самое Точное Сыграть Ферзь Ф1 Чтобы Взятие На поле Ф4 Сопровождалось Разменом Ферзей Теперь Ладья С2 Играют Черные Ну и После Ладья А1 Слон Бьет Ф4 А6 Выручает Черных Единственный Сдвоится Ходом Ферзь Е5 И создать Страшные силы Батарею И с другой стороны Нападая на Слона С шахом После Слон Бьет С7 Молодя Бьет С7 Успевают Черные Задержать Проходную Пешку Заблокировать Ее И позиция После этого Получалась Абсолютно Равной Тяжело Фигурный Эншпиль Значит Ферзь Б3 Играет Данил Дубов Последовало Ферзь Д3 С предложением Разменять Ферзей После чего Ждет Черных Тяжелейшая Защита Ферзь Бьет Д3 Играет Данил Дубов Если продолжать Кочевряжиться Упорствовать Играть Ферзь А4 То Вадя Б1 Напали на Пешку Ферзь С4 Ферзь Б3 Тем не менее Все равно Нападают На эту Пешку Белые И после Ферзь Б3 Вадя Б3 Позиция Черных Становится Проигранной Всему На поле Б5 Ну и после Слон бьет Б6 Аб Эта позиция Уже Просто Выиграна За белых Поскольку Пешка Уже Приближается На поле Б7 Черные Будут стеснены В то время Как белые Быстренько Королем Побегут На помощь Своей Пешке Итак После Ферзь Д3 Ферзь бьет Д3 Вадя бьет Д3 Б4 Король Ф1 Король Ф8 Король Е2 Слон С3 Король Д1 Белые Осуществляют План Пробега Короля К пешке А5 Чтобы ее Продвинуть Король К сожалению У черных Отрезан По вертикали Д И никак Не может Принять Участие В борьбе То есть Фактически С проходной Пешкой Будет бороться Одна Ладья Король Е7 Король С2 Король Е6 Король Б3 Ф5 Ф4 Ж5 Ж3 Полностью Блокирует Всю контур Игру Максим Ваш Еваграф Ж4 Аш4 Король Ф7 Аш5 Не пуская Никуда Короля Ход Аш5 Грамотный Четкий Слон Е1 Король А4 Ладья Б8 Король Б5 Ну и все У черных Нет спасения Король Ф6 А6 Слон Ф2 А7 Даже Временно Отдал Фигуру Максим Ваш Еваграф После Ладья Б6 Король А5 Выясняется Что от Продвижения Ферзя Защититься Невозможно Можно только Сыграть Ладья Б7 И после А8 Ферзь Его отыграть Но остаться Без качества Где пешки Все На одном Фланге И эта позиция Поскольку Черные Здорово Стеснены Очень легко Выиграна За белых Дальше Без комментариев Поскольку Белые Просто прошли Королем Дали шаг Ладьей И приблизились Королем После чего Все пешки Черных Сыпятся Итак Максим Ваш Еваграф Пока Не хочет Проигрывать И в третьей Партии Он Немножечко Приблизился К тому Чтобы попытаться Действительно Совершить Настоящий Камбэк Отыграться Со счета 0-2 Смотрим Четвертую Партию Белыми Играл Данил Дубов Черными Играл Максим Ваш Еваграф Е4 С5 Конь Ф3 Д6 Слон Б5 Шах Конь Д7 Рокировка А6 Слон Бьет Д7 Слон Бьет Д7 С3 Конь Ф6 Ладя Е1 Слон С6 На доске Сицилианская Защита Вариант Рассалима И здесь Данил Дубов Играет Д4 Временно Жертвуя Пешку Значит Слон Бьет Е4 Слон Слон Бьет Ничего То есть На ферзь Бьет Д5 Бц Дц И после Конь Е5 Ферзь С7 Черные Стабилизируются У них Две пешки За качество То есть Формально Это позиция С нарушенным Материальным Родновесием И играть Еще можно Очень долго Итак Конь Д2 Три Ноля Б4 Е6 Е6 Неточность Еще раз повторюсь Конь С4 Последовал Точный ход Угрожает Вилка Ферзь Б5 Конь Д2 Подкрепляя Коня Ну и здесь Уже Действительно Последовала Очень серьезная Ошибка Со стороны Французского Гроссмейстера Ход ЕD После чего Позиция черных Становится Просто проигранной Но Вот здесь Действительно Начались Настоящие Чудеса То есть Ход Конь Бьет Д5 Еще позволял Очень долго Бороться Опять же Слон Бьет Д8 Король Бьет Д8 А4 Ферзь С6 Б5 Ферзь С7 Ферзь Ф3 Слон Е7 Ба Ба Ладья Д1 И еще Черные Опять же Здесь Без качества Но у них Две пешки За качество Но король Правда Слабоватый В центре Поэтому Компьютер Конечно Оценивает Эту позицию Однозначно В пользу Белых Но не слишком Высоко Итак После конь Д5 Последовало ЕД Этот ход Проигрывает Партию Надо сказать Что этот ход Сделал за 3 секунды Максим Вашевограф Ну и вот здесь Данил Дубов Играет А4 После ферз С6 Б5 Вскрывает Игру АБ АБ Ферз Бьет Б5 И вот здесь Случилось Страшное Вместо того Чтобы очень быстро Выиграть Партию Данил Дубов Играет Ферз Ф3 И этим ходом Он просто Выпускает Абсолютно Весь перевес Выясняется Что Данил Дубов Немножко Просчитался То есть Идея-то была В чем Чтобы дать Шах Затем Съесть Ладью На поле Д8 Затем Съесть На поле Ф6 И объявить Двойной удар И съесть Ладью При этом Жертвуя Конем На поле С4 Но Данил Дубов Сразу же побеждал Ходом Слон Бьет Ф6 Вот если бы он Переставил Ходы Он бы сразу Победил Дело в том Что теперь Атакована Ладья Уже Угрожает Ладья А8 С выигрышем Целой Ладьи Поэтому Же в ход Вынужденный И теперь Просто Конь Е3 Играют Белые Уводят Коня Из-под боя Просто играют Ферзь Ф3 Белые И здесь Позиция Получается Абсолютно Безнадежная Атакована Пешка На поле Ф6 Атакована Пешка На поле Д5 Никакой Контроигры Нет у черных Они могут Сыграть Слона 6 С идеей Казалось бы Что нельзя Бить на поле Д5 Потому что Конь Потеряется Но Белые Играют Конь Бьет Д5 Предлагая Черным Съесть Коня И если Черные Лакомятся Конем То они Получают Форсированный Мат Ладья 8 Шах Король Д7 Ладья Е7 Шах Король С6 И ладья С7 Вот такой Симпатичный Мат Могли Получить Черные И так После ферзь Бьет Б5 Судьба Давала Данилу Дубову Великолепный Шанс Закончить Значит Первый День Матча За третье Место В свою Пользу Вместо Этого Данил Дубов Играет Ферзь Ф3 Ну вот Мне кажется Действительно Есть какая-то Черта У Данилу Дубова Он Может быть Расслабляется Чересчур рано Все-таки Ты ведешь В счете Тебя устраивает Ничья То есть Ничья Сразу же Автоматически Делает тебя Победителем В первом Матче И вот Может быть Из-за этого Данил Дубов Решил упростить По максимуму Позицию Но Просчитался И так Максим Шелограф Играет ДЦ Слон Значит Ладья А8 Шах Король С7 Ладья Бьет Д8 Король Бьет Д8 Ферзь Бьет Ф6 Шах Король Д7 Ферзь Бьет Аш 8 Слон Е7 Играет Максим Ваш Евограф Ну и позиция Конечно Все равно Остается Как это ни странно В пользу Белых То есть Даже Несмотря на то Что Данил Дубов Мог выиграть Сразу Но при этом Зевнул Он все равно Получал Большие шансы На победу Если бы здесь Сыграл Аш 4 С угрозой Аш 5 И съедением Пешки На поле Аш 7 Но здесь Данил Дубова Словно Подменили И он Начинает Совершать Каждым ходом Очень грубые Ошибки Итак Давайте Посмотрим Данил Дубов Сыграл Конь Ф1 Этот ход Просто Плохой По той причине Что теперь Пешка на поле Ц4 Не будет Атакована Если бы он Сыграл Аш 4 Черные Играют Слон Ф5 Чтобы не было Хода Аш 5 С темпом Аш 5 Ферз Ц6 И вот Теперь Выше Упомянутый План Как было Сыграно В партии С идеей Разменять Ферзей Он не проходит Потому что После Конь Бет Ц4 Белые Просто съедают Пешку Слон Е6 И Конь Е3 Белые Укрепились Пешка на поле Аш 7 Атакована Хода Слон Ф5 Нет И Черные Просто Проигрывали Но Вместо Хода Х4 Играет Конь Ф1 Следует Ход Ферз Б6 С угрозой Разменять Ферзей Ходом Ферз Д8 После чего У черных Будет Великолепная Контр Игра Поскольку У них Два Слона Несмотря На Нехватку Качества И Армада Пешек На Ферзевом Фланге Ферз А8 Ферз А6 Не выпуская Ферзя Ферз Х8 Б5 И здесь Еще одну Ошибку Допускает Данил Дубов Играя Конь Е3 Ну вот Здесь Действительно Словно Подменили Российского Гроссмейстера Как будто Вот Знаете Другой Человек Сел За доску Снова Ход Х4 Давал Шансы На Победу Дело В том Что Ход Ферз С8 Который Блестяще Прошел В партии Теперь Уже Не работает Из-за Удара Ладья Бьет Е7 И белые Сразу же Побеждают Это отвлечение Ну и все Сразу Конец Как вы понимаете Вместо хода Х4 Ходом Конь Е3 Данил Дубов Лишает Себя Возможности Сыграть Ладья Бьет Е7 И теперь Максим Ашевограф Играет Ферз С8 И Просто Игра Переворачивается На 180 градусов Теперь уже Черные Играют На победу Дело в том Что приходится Разменивать Ферзей Если сыграть Ферзь Ж7 То после Ферзь Ф8 Все еще Гораздо Печальнее Все равно Вынуждается Размен Ферзей После Ферзь Бьет Ф8 Слон Бьет Ф8 Белым Никак Не справится С армадой Пешек На ферзевом Фланге Да еще и Под руководством Черного Монарха Итак После Ферзь С8 Ферзь Бьет С8 Играет Максим Ашевограф Король Бьет С8 Конь Бьет С4 Король Д8 Пока еще Ничего не упущено Ничья-то ведь Приближает Данилу Дубова К победе Конь А3 Б4 ЦБ ЦБ Конь С4 Король Д7 Но вот здесь Данилу Дубова Оставили силы Он допускает Еще одну ошибку Играя Ф3 Ходом Аладиа С1 Белые Еще держались Дело в том Что теперь Что хотят сделать Белые Если например Б3 сыграть То тогда Ладья Ц3 И теперь Пешка на поле Б3 Просто становится Атакованной Слон Ц2 Тогда Конь Д2 Атакуя пешку На поле Б3 Уже Дважды Ладьей и Конем Хода Б2 нет Из-за Ладья Бьет Ц2 А на слон Ф6 Белых Выручает Ход Ладья Ф3 И теперь Атакован И слон И пешка На поле Б3 После Король Е7 Конь Б3 Белые Просто на самом деле Играют На победу Потому что У них Сохраняется Лишнее Качество После Хода Ладья Ц1 Б3 Поэтому Черные Играть Не будут Они могут Сыграть Слон Д8 Также Например Как-то Отрезая Коня Не давая Шах Но в этом Случае Ход Ладья Д1 Выручает Белых Теперь Пешка На поле Д6 Атакована И нельзя Играть Слон Е7 Из-за Хода Конь Е5 После чего Видим Не контролирует Поле Б1 Поэтому Наводя Д1 Здесь Вынуждены Были Черные Играть Смело Король С6 И дальше Мчаться Королем Контратаковать Итак Давайте Вернемся Значит Ф3 Б3 Теперь Еще одну Допускает Ошибку Даниудубов Ну видно Что Устал Просто Российский Гроссмейстер Тяжелая Позиция С человеческой Точкой Зрения Непонятно Как бороться С проходными Король Ф2 Еще одна Ошибка Можно Еще Был Бороться Ходом Ладья Д1 Значит Вновь Создавая Угрозу Конь Е5 Слон С2 Ладья Д2 Король С6 Конь Е3 Атакуя Слона Который Защищен Пешкой Но Здесь После Слон Б1 Ладья Д4 Д5 Показывает Точнейшее Продолжение Теперь Бить на поле Д5 Ничем Нельзя Из-за хода Слон С5 И черные Все-таки Здесь Побеждают Ладья Д1 Слон А2 Конь Бьет Д5 Слон С5 Шах Король Ф1 Б2 Конь С3 Ход Единственный Тогда Слон С4 Шах Король Е1 И Слон Б4 И Все Это Цубцванг Король Д2 Слон А2 Конь Связан Король Д3 Съели Съели И превратились В ферзя Так или иначе Черные Уже Выигрывали Во всех Вариантах Но после B3 Был сыгран Король Ф2 Но Ладья Д1 Все равно Давало Шансы Может быть Максим Ваш Левограф Не нашел Такой Сложный Выигрыш Итак Слон Ф6 Конь Д2 Играет Днию Дубов Опять же Ошибаясь Еще можно Вновь Было сыграть Ладья Д1 С атакой Пешки На поле Д6 Тогда Б2 Ну и Приходится Отдавать Коня Конь Бьет Б2 После Слон Бьет Б2 Ж4 Здесь еще Белые Могли Немножечко Поиграть Хотя Позиции Черных Конечно Лучше Если После Хода Б2 Сыграть Ладья Д6 То тогда Король Е7 Ладья Д1 Б1 Ферзь Ну и Просто Здесь Остались С лишней Фигуры Черные И это Победа Итак Слон Ф6 Конь Д2 Играет Днию Дубов Следует Б2 Конь Е4 Теперь Если Попытаться Заблокировать Эту пешку То Черные Пускают В бой Вторую Проходную Ну и Дальше Король Просто Мчится Король С6 И так Далее Позиция Черных Конечно Явно Лучше Просто Выиграна Ну После Б2 Последовал Конь Е4 Слон Е4 ФЕ Слон Ж5 С угрозой Перекрытия И Максим Вашевый Граф Рассчитал Длинный Вариант Который Ведет К его Победе Ладья Б1 Слон С1 Полностью Вырезая Ладью Ладья Теперь Не имеет Ни единого Хода И Выясняется Что В пешечном Окончании То есть Фактически Белые Играют Без Ладьи А черные Без Слона Фактически На доске Возник Пешечный Эншпиль И Максим Вашевый Граф Рассчитал Что этот Пешечный Эншпиль Выигран Король Е2 Король Е6 Король Д3 Король Е5 Ж3 Аш5 Аш3 Ф6 Ходы Пешечные Заканчиваются Хода Король Е3 У белых Нет Потому что Слон Вырезает Это поле Цук Цванг На доске Водя Не ходит Печальная Позиция Приходится Играть Аш4 Тогда Черные Играют Ф5 Прорываются Ну и Проходя Королем Они Просто Образуют Вторую Проходную После чего Легко Побеждают На 48 Ходу Данил Дубов Сдался Очень обидно Что Данил Дубов Который Вел Со счетом 2-0 Не сумел Удержать Этот большой Перевес И Максим Вашьевограф В оставшихся Двух партиях Сумел Сравнять Счет Итак Счет В матче Равный 2-2 И мы с вами Идем дальше Смотреть Матч За первое Место Белыми играл Тимур Аджабов Черными играл Ливон Аронян Первая партия Д4 Конь Ф6 С4 Е6 Конь Ф3 Д5 Конь С3 Слон Б4 Слон Ж5 ДЦ Е4 С5 Слон БЁТ С4 СД Конь БЁТ Д4 На доске Ферзевый гамбит Защита Рогозина Ну и дальше Давайте Чтобы не затягивать выпуск Опять же Без комментариев Поскольку Мы с вами знаем Что Очень крепко Играют Оба соперника Ошибок здесь Никто не допустил Ну и в результате Начали соперники Повторять позицию Прыгать ферзями Туда-сюда Все поменялось Очень быстро То есть белые Конечно получили Вроде бы лишнюю пешку Но у черных Очень серьезная активность И в результате Все разменялось На доске Получился Мертво-ничейный Ладейный Эншпиль И Соперники Согласились На ничью Итак Первая партия Победителя не выявила Идем дальше Белыми играл Ливон Аронян Черными играл Тимур Аджабов Е4 Ц5 Конь Ф3 Конь Ц6 Слон Б5 Е6 Слон БЁт Ц6 БЦ На доске Сицилианская защита Вариант Рассалима Ну и опять же Давайте дальше Без комментариев Поскольку Здесь тоже Особо ничего Интересного В этой партии Не было Соперники Упростили Позицию Вот здесь Вот произошел Размен Вроде бы Что-то выиграли Даже Значит белые Но черные Вторглись Конем на поле Е3 И здесь Поскольку Конь на поле Е3 Страшные силы Фигура Соперники Не найдя ничего Лучшего Никакого плана Начали просто Повторять Ходы На 33 Ходу На 34 Вернее Было зафиксировано Ничейное Соглашение Идем дальше Белыми играл Тимур Аджабов Черными играл Ливон Аронян Д4 Конь Ф6 С4 Е6 Конь Ф3 Д5 Конь С3 Слон Б4 Слон Ж5 ДЦ Е4 С5 Слон БЁТ С4 СД Конь БЁТ Д4 Вновь на доске Ферзевый гамбит Защита Рогозина Ну и опять же Здесь То же самое Все было Как и в первой партии Ничего абсолютно Интересного не было Соперники начали Практически повторять Партию Ход в ход Ну и Потихонечку Начали упрощать Позицию В результате Опять же У нас Очередная Ничейная Партия Ну здесь Разменялись Начали шаховать Прыгать туда-сюда Ну и в результате Возникло Абсолютно Ничейное Ферзевое Окончание И на 49 ходу Соперники Согласились На ничью Идем дальше Белыми играл Ливон Аронян Черными играл Тимур Аджабов Е4 Е5 Конь Ф3 Конь Ц6 Слон Б5 Конь Ф6 Рокировка Конь бьет Е4 Д4 Конь Д6 Слон бьет Ц6 ДЦ Позиция примерно равная Слон Ф4 Конь Д4 Король Ф2 Пешка на поле Ц2 Никого не волнует Х6 Конь Ф3 Конь бьет Ц2 Все-таки забирает Пешку Тимур Аджабов Ладья Ц1 Конь Б4 А3 Конь Ц6 И Конь Д5 Итак Позиция равная Белые хотят прорваться Ходом Е6 Конь Е7 Конь Е3 Конь Ц6 Ф6 И вот здесь Конечно Надо Значит Остановиться На 22 ходу Ливон Аронян Понял, что Позиция равная То есть Белые пожертвовали Сейчас пешку Но черные держатся Во всех вариантах Пробить Скажем так С наскока Прямого Их не удается И вот здесь Ливон Аронян Начинает Можно сказать Играть На победу Но Фактически Начинает играть На поражение То есть Позиция ничейная И не нужно было Позицию насиловать Но Ливон Аронян Которому принадлежали Белые фигуры Решил все-таки Рискнуть И попытаться Сыграть на победу Так как Нужно использовать Преимущество Белого цвета Тем более Партия четвертая Последняя Но Остались заморожены Черные Черные Не потерять Не потерять Не потерять пешку Х3 Надо играть Вадя С3 Тогда взяли Взяли И просто съели На А4 Черные остаются С двумя Даже не с двумя А с тремя Лишними пешками Ну и Конечно же Тимуру Рожаву Этого хватит Для победы В этой партии Ливон Аронян Может винить Только сам себя То есть Ничто не предвещало Беды Позиция была равной Но Ливон Аронян Решил рискнуть И попытаться Играть на победу В ничейной позиции И как вы понимаете Так делать Было Не нужно Итак Теперь Тимур Аджабов Одерживает победу В первом мини матче И делает Серьезнейшую заявку На победу Во всем супертурнире Завтра Ливону Ароняну Предстоит Непростая задача Не только Отыграться В матче Но и Также Выиграть Если это удастся Ему сделать Значит Выиграть В дополнительных Блиц партиях Поскольку Если завтра Ливон Аронян Сравнивает счет А счет Вы сейчас можете Видеть на экране Тимур Аджабов Победил Со счетом Два с половиной очка На полтора Так вот Если Ливон Аронян Завтра сравнивает Счет То будет сыграно Две дополнительные Блиц партии И если и там Будет зафиксирована Ничья То тогда нас ждет Партия смерти Армагеддон Конечно Хотелось бы С точки зрения Накала борьбы Чтобы Соревнование Закончилось Именно в Армагеддоне Но посмотрим Как Сложится Судьба Завтра 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 Поединка Друзья Если обзор Вам понравился То поставьте ему лайк Подпишитесь на канал Включите колокольчик Чтобы не пропустить Новые интересные видео На моем канале Если вы нажмете По конечной заставке Слева То вы посмотрите Обзор Предыдущего Игрового дня Справа будет Обзор Следующего Игрового дня Также Если вы нажмете На кнопку С изображением Фигурного коня Который возникает Прямо сейчас Посередине Этого ролика Вы подпишитесь На канал Только не забудьте Включить колокольчик Или же можете Оформить подписку Нажав на Красную кнопку Внизу Этого Видео Сделайте ее серенькой И также Не забудьте Включить Колокольчик Я благодарю вас За внимание Играйте в шахматы Любите шахматы Увидимся на обзоре Следующего Игрового дня Счастливо